Приветствую вас! И если мы с вами говорим о том, что вам делать, то очевидно, что смотреть нужно в сторону, значит, того, что вы пытаетесь через своего мужчину реализовать. Я поясню, значит, что это значит. Значит, ситуация заключается в том, что вам, ваш мужчина, для чего-то нужно. Вы хотите через него что-то реализовать свое, что-то реализовать для себя. Из-за этого, соответственно, у вас возникают такие вот проблемы, такие вот казусы. Давайте вы попробуйте для себя определить, что же вам нужно от него, от мужчины, что вы хотите от него, почему вы именно от него этого хотите и так далее. И пытаетесь реализовать именно свои потребности, если можно так сказать, если можно так выразиться, да, про ваши потребности. Значит, понять нужно главное, что мужчина, ваш, он не должен вам давать того, что он не может. Мужчина также не должен подстраиваться под то, что, например, хотите вы. Каждый из вас в отношениях, по сути дела, несет сугубо свою ответственность. И вам нужно ответственность, по сути дела, нести свою. И вопрос, который я вам хотел бы задать, он заключается в следующем. В том числе, если вы несете, если вы ответственность за себя. Если да, то, соответственно, как, если нет, то, соответственно, почему нет. Вот это очень важная деталь, важная составляющая любых удачных отношений. Чтобы человек, в том числе и вы, несли ответственность за то, что происходит, за то, что вы делаете. Далее, вы себя накручиваете, пишите вы, и это, конечно, очень плохо. Плохо, если вы себя накручиваете, вот. Но, поймите правильно, у любого подобного проявления, я имею в виду у накручивания себя, есть причины, есть именно причины. Я хотел бы, очень бы хотел, чтобы вы постарались эти причины, значит, как-то для себя прояснить. Что это за причины, значит, как они на вас влияют и почему они на вас влияют. Это все очень важно для вас, ну, для вас это все очень важно на самом деле. И когда вы поймете для себя вот эти причины, причины такого поведения своего, вы сможете понять, что же вы вообще-то хотите, да, что же вам вообще-то нужно и этого, того, что вам нужно добиваться, нужно самостоятельно. Вот, наверное, то, что я хотел вам сказать, исходя из того, что вы написали здесь нам. То есть, еще раз, вы много думаете о будущем, что будет, а чего не должно произойти. Это, простите, тревожность с вашей стороны. То есть, именно с вашей стороны идет тревожность. Я хотел, чтобы вы постарались определить причину этой тревожности и скорректировать, правильно скорректировать свое поведение. Потому что, если вы этого не сделаете, то ситуация, боюсь, будет дальше и дальше становиться только хуже. Это вам нужно понять и постараться предпринять. То есть, чего вы хотите добиться от мужчины и почему вы этого хотите добиться. А также, почему вы хотите этого добиться именно от него. Это все вот такие очень важные вопросы, на которые вам нужно ответить. Причем, по возможности, вам это на эти вопросы отвечать нужно именно самой. То есть, без помощи людей, без помощи других людей, без помощи ваших и ваших близких. В частности. Но с помощью психолога, психологи именно для того и нужны, чтобы помогать человеку определять его истинные мотивы, его истинные стремления, его истинные цели, его истинные желания. И вполне возможно, вполне вероятно, что, может быть, вы просто-напросто пытаетесь вот таким поведением от чего-то себя защитить. Если это действительно так, если вы действительно пытаетесь от чего-то себя защитить, то, соответственно, нужно подумать, от чего именно вы пытаетесь себя защитить. Это тоже момент очень важный, потому что если вы не понимаете вообще для чего и почему вы поступаете подобным образом, то я боюсь, что у вас опять же будут или будут, или могут возникнуть довольно серьезные проблемы. Тут у вас тревожность, это очевидно, тревожность может брать свое начало из неуверенности в себе. Неуверенность в себе это тоже, знаете, довольно такой серьезный фактор, который мешает человеку нормально жить. Также хотелось бы, чтобы вы немножечко так отдельно старались объяснить, почему вы выбрали мужчину, вот такого мужчину, да, который, значит, дальше вас. Да, то есть, чем продиктован ваш выбор, условно говоря. Это важно, почему? Потому что в противном случае не будет понятно до конца, любите ли вы его или это вследствие неких определенных травм в вашей жизни. Ну, в любом случае, в любом случае, нужно разбираться, но пока я хотел бы, чтобы вы просто-напросто постарались понять, что же вам от человека нужно и почему вы хотите именно от него это получить. На этом все, пожалуй, надеюсь, что помог вам, если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!